Первая церемония награждения участников СВО состоялась в Приморском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Заслуженные награды бойцам передала руководитель филиала Наталья Кокарева. Сегодня в нашем филиале проходит первая торжественная церемония награждения участников специальной военной операции государственными наградами. Сегодня мы вручили в торжественной обстановке три ордена мужества, четыре медали за отвагу и награды компании, которые предусмотрены для участников специальной военной операции. Подвиги и значимость бойцов пришли поддержать семьи военнослужащих, школьники и сослуживцы. Для нас нет разницы, какой был подвиг. Подвиг в наше мирное время, что человек просто встал и по призыву мобилизации или по долгу службы пошел защищать Родину. Это тот человек, перед которым мы преклоняемся. И фонд защитники Отечества, созданный по указу президента, сделает все для того, чтобы наши бойцы понимали, что государство точно будет благодарно тем, кто защищает ее границы и всегда поддерживает семьи этих ребят. В стенах фонда прошла и встреча членов военно-спортивного клуба «Феникс» со школьниками Владивостока. Они поговорили с ребятами о текущей ситуации в мире и показали принципы работы автомата Калашникова, а также научили работать с радиостанциями. Напомним, приморский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» открыл в мае прошлого года губернатора Олега Кожемяка. Благодаря ему ветераны СВО, их семьи и члены семей погибших могут получить всестороннюю консультацию о мерах государственной поддержки в режиме одного окна. Диана Иванова, Новости на Восьмом.